У меня... Павел, подержите. Андрей Анатольевич, расскажите, где Вы находимся и чем конкретно занимаются Ваши студенты, научные сотрудники в этой лаборатории? Да, мы находимся в Московском государственном строительном университете. Это одна из наших ведущих лабораторий. Называется научно-образовательный центр информационных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве. Мы здесь занимаемся всем, что сегодня принято называть интеллектуальное здание, умный дом, умный город и так далее. Вот все, весь набор технологий, которые сегодня с этим связывают, как за рубежом, так и в нашей стране, мы постарались сконцентрировать вот на этой площадке. И учим студентов, учим представителей реального сектора экономики, тех коллег, которые сегодня принимают решение относительно внедрения этих инноваций в реальные проекты, в реальную жизнь, тому, что же это такое. И сегодня основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это отсутствие единого мнения и каких-то формальных определений на этот счет. То есть, когда мы говорим, что такой умный дом, спросите 10 человек, вам скажут 10 разных совершенно определений. Мы пытаемся здесь в университете формировать политику так, чтобы это было единое понимание, чтобы мы смогли этот термин и суть этого определения внедрить в практику реального строительства так, чтобы это было доступно для всех. Да, нам это удается. Сегодня вот кроме тех технологических инноваций, которые мы внедряли, мы придумали в университете так называемый коэффициент интеллекта зданий. Всем известно, что такое коэффициент интеллекта человека, IQ. Есть даже тесты, которые каждый может себя протестировать и понять, что это такое. А мы придумали коэффициент интеллекта зданий, это Building Intelligent Quotient, это то, как можно здание сравнивать между собой по этому признаку. То есть, насколько один дом умнее другого дома. А что будет показать показатели? Это комплексный показатель. В зависимости от тех задач, которые для каждого застройщика, для каждого владельца являются приоритетными, мы можем в рамках этого коэффициента делать акцент на тот или иной параметр. Условно говоря, на стоимость, на энергосбережение, на ресурсосбережение, на безопасность, на надежность систем. Этот коэффициент гибкий. Нам удалось решить очень серьезную задачу, которая стоит перед каждым специалистом, который занимается реальным проектом. Когда человек попадает на рынок, перед ним множество различных инженерных решений, которые он может выбрать тем или иным образом для того, чтобы воплотить собственный проект. Условно говоря, мы можем купить одну систему, можем другую, можем одного производителя, можем другого. Вот мы научились делать так, чтобы выбор человека в этом смысле стал осознанным. И если у него вдруг уже существует какая-то система дома или в том здании, за которое он несет ответственность, мы можем сделать так, чтобы то, что он купил, не обязательно было той марки, которая у него стоит. То есть мы интегрируем между собой систему автоматики. Если по-простому говорите, вы говорите, мы привели к единому определению, что такое мы делаем? Я боюсь, что я просто должен написать на доске формулу. Всегда, когда мы пытаемся что-то сравнить по какому-то признаку, это будут два числа. Для того, чтобы получить два числа, нужно посчитать соответствующие параметры, которые входят или составляют с использованием определенных математических функций. Поэтому специально мы это не загружаем. Но по сути это оценка уровня адаптации объекта к условиям внешней среды. То есть мы должны научить искусственно созданный человеком объект, здание, сооружение, комплекс, так адаптироваться собственными инженерными системами к условиям изменяющейся внешней среды, как это делает человек. Вот, например, если человек вдруг заболевает, у него повышается температура тела, задействуется иммунная система. И все механизмы, которые скрыты и не всегда доступны, кстати говоря, для понимания, они мобилизуют ресурсы человека для того, чтобы бороться с вирусом, бороться с болезнью и так далее. То же самое должно происходить и со зданием. Если вдруг где-то начинается разрушение, либо пожар, либо какие-то конструкции приходят в негодность, либо может быть даже террористический акт, то здание, встроенными в него инженерно-техническими системами, должно хотя бы на начальном этапе адекватно адаптироваться под эту ситуацию. То есть, условно говоря, если происходит какое-то аварийное воздействие на здание, то автоматика должна отключать его, скажем, от системы газоснабжения или теплоснабжения, чтобы не допустить дополнительного урона его функционирования, дополнительного какого-то усугубления этих последствий. Если вдруг резко понижается температура окружающего воздуха или начинаются какие-то атмосферные воздействия, которые за расчетами находятся, то здание должно внутри создавать комфортную обстановку, сигнализировать там о чем-то и так далее. То есть, оно должно вести себя так, как это делает человек. Сколько лет будет уже научной деятельности? Наш научно-образовательный центр создан в 2007 году. Мы в течение трех лет практически формировали его, такую материально-техническую составляющую. К счастью, нам в этом смысле существенно оказала помощь государство. Мы наш ВУЗ-победитель двух серьезных проектов государственного финансирования. Все то, что вы здесь видите, это интеллектуальная собственность университета, это создано нашими сотрудниками. И на сегодняшний день по многим параметрам остается на лидирующих позициях не только в нашей стране, но и в мире. Вы знаете, нам приходится ее обновлять, но мы это делаем таким достаточно инновационным образом, который везде в мире работает, у нас он еще не везде применяется, но мы изначально позиционировали наш центр как интеграционную открытую площадку. Что это значит? Это значит, мы пригласили всех, кто заинтересован в развитии этих технологий у нас в стране. Среди них оказались, как ни странно, производители оборудования, которые покупают на рынке, а для того, чтобы люди покупали то, что знают, люди, которые принимают решения потом, должны учиться на том оборудовании, которое имеет возможность купить на рынке. Поэтому мы учим наших студентов на том оборудовании, которое на льготных условиях предоставляют производители. Если я сегодня выучился на оборудовании одной марки, я завтра буду на рынке искать его. И многие производители это понимают, поэтому все то, что у нас есть, сегодня в существенной части обновляется участниками реального рынка. А вот в плане застройщика, кто-то выказывает интерес к этим лабораториям? От не всегда эффективных решений, от каких-то схем, которые при этом применялись. Сегодня ситуация меняется, особенно заметно это в Москве, когда крупные застройщики, крупные девелоперы не только строят, но потом и эксплуатируют вот эти кварталы. И тогда, конечно, им выгодно на стадии проектирования, на стадии строительства вложить в проект несколько больше, построить качественную систему, вложить больше денег в оборудование. Это не существенно на этапе строительства скажется, но на этапе эксплуатации способна фактически любую систему автоматизации, вот разумную, которая сегодня есть и занимается ресурсами, эффективностью, энергоэффективностью, окупить в течение 3-5 лет. А цикл эксплуатации любого строительного объекта существенно выше. Вы знаете, что строим мы довольно быстро, даже при всех затянутых сроках это 2-3 года. Условно говоря, эксплуатируется здание, сегодня современное железобетонное здание сроков службы это 100 лет. Ну, плюс-минус что-то. Ну, то есть, вы можете сказать, что нарастает интерес. Безусловно, безусловно. А какие-то конкретные реализованные проекты именно в Москве? Ну, в Москве на самом деле есть очень много зданий, которые в той или иной степени автоматизированы. Часть из них, в части из них эти проекты реализованы на достаточно комплексном уровне, который позволяет вообще говоря говорить о такой интеллектуальной автоматизации. Другой вопрос, что, к сожалению, сегодня ни в Российской Федерации, ни в Москве пока не существует нормативного обеспечения, которое позволяло бы условно те коэффициенты, о которых я говорил, применять при реальном строительстве. И задачу университета мы видим прежде всего в этом, чтобы создать нормативное обеспечение, которое позволило бы сегодня проектировать и строить на такой серьезной новой основе, инновационной. Если говорить о реальных проектов, то их много, взять тот же комплекс Федерации, взять разные здания, которые, скажем, банки сегодня строят. Все обращаются к этим решениям. Сегодня, когда стоимость энергоресурсов возрастает, все больше людей смотрят, а сколько они будут платить на стадии эксплуатации. Кстати говоря, наш центр характерен еще и тем, что мы занимаемся не только практикой, у нас ведутся исследования. В частности, несколько кандидатских диссертаций посвящено совокупной оценке стоимости владения объектом. Ведь человеку на стадии проектирования и строительства важно знать, а во что обойдется ему вот это здание сегодня, через 5 лет, через 10 лет и полный жизненный цикл, сколько ему будет стоить. Это, по сути, серьезный инвестпроект, достаточно продолжительный. Сегодня мы можем это моделировать в условиях того, что объект стареет, что он нуждается в модернизации, что он потом будет нуждаться в утилизации и так далее. Вот это все можно сегодня учитывать на методологическом уровне. Можно сказать, что сейчас складывает деньги, инвестор, безусловно, получит экономию? Впоследствии он, безусловно, получит экономию, причем этих последствий не нужно ждать долгое. Вот окупаемость любой системы, такой серьезной системы, 3-5 лет не больше сегодня. Дальше он получает прибыль, но для того, чтобы это сделать, его нужно 5 лет назад было убедить эти решения принять. Убедить его можно несколькими способами. Первое, если он заинтересован в этом как владелец. И второе, если он не может поступить иначе. А не может он поступить иначе только в одном случае, если есть соответствующее нормативное обеспечение. То есть если его деятельность регламентирована в этом смысле. То есть вы когда говорите о нормативном обеспечении, вы принимаете поправки в СНИК? В том числе. Это может быть нормативное обеспечение регионального уровня, которое вполне можно принять на уровне города. Это на более серьезном уровне, конечно, это вся территория. И мы сейчас ведем эту работу? Да, мы ведем эту работу, и это вот наш основной приоритет. Мы постоянно по разным направлениям пробуем это делать. Я думаю, что целостная концепция у нас в течение ближайших лет будет сформирована. Это непростая задача, она долгое время не решалась. Сегодня мы готовы, имеем потенциал, который позволит нам на серьезном уровне уже говорить о каких-то результатах. Давайте Павел вам расскажет дальше. Он тоже может. Не, я просто, ну чтобы не все время я говорил, у меня немножко сейчас как бы... По-моему, подожди, по-моему, не отпусти. Спасибо, да. Можете нам вот в этом умном доме... Андрей Анатольевич, вы говорили, что для обмедрения новых технологий требуется изменение нормативно-технической базы, и что университет ведет работу в этом направлении. Что делать? Да, университет ведет работу в этом направлении. Мы планируем выступить с этой инициативой сначала на региональном уровне, на уровне города, и потом транслировать тот опыт, который мы получим, который мы уже сейчас получаем в университете, и тот опыт, который мы получим в регионе, на уровень нормативного обеспечения уже такого федерального значения. Как вы думаете, когда может быть закончена эта работа? Эта работа на самом деле достаточно серьезная, она ведется не первый год, хотя вот качественную основу для того, чтобы демонстрировать конкретные результаты, мы получили не так давно. Считаю, что в течение нескольких лет мы сможем говорить уже о каких-то конкретных результатах. Есть? Мало еще. А что мало? Мы чего добираем? Может, вы расскажете про студентов, вот с какого курса их начинают запускать в этой лаборатории, в этой работе, или в какой специальный факультет у вас создан? Да. Может, сколько по времени подлится их обучение? Да, да. Все, что мы увидели здесь, в нашей лаборатории, доступно сегодня для наших студентов. Это тоже одно из наших основных достижений. К сожалению, когда мы начали заниматься этой проблемой, вообще обратили внимание, вот в такой постановке комплексной, что такое умный дом, умный город, инженерные системы, экономия ресурсов и так далее, это направление в рамках государственных стандартов образовательных не было оконтурено в рамках каких-то конкретных дисциплин. Поэтому мы вынуждены были в наши учебные планы вносить те дисциплины, которые формировали сами, придумывали и наполняли конкретным смыслом, и вставляли их в направление подготовки, которое предусмотрено стандартом. Существенно большую свободу мы получили, когда перешли на подготовку бакалавров. Как это ни странно, это двухуровневое обеспечение, и там существенно большая доля подготовки уделена выбору вуза. То есть мы несем ответственность за содержание образования. Мы получили возможность на большее количество дисциплин влиять. И сегодня мы в рамках тех направлений, которые у нас существуют, это система автоматизированного проектирования, это автоматизированная система обработки информации и управления, это автоматизация технологических процессов и производств и управления в технических системах. Мы внедряем наши дисциплины совершенно конкретные, и ребята начинают, когда у них стартуют профильные дисциплины, а это у нас четвертый семестр, фактически второй курс обучения, уже прикасаться к этому реально. Другой вопрос, что степень этого прикосновения, конечно, для всех различная, и большинство оборудования, которое вы здесь видели, оно доступно становится лишь на старших курсах или в магистратуре, когда ребята получают возможность процессы образования совмещать с элементами исследовательской деятельности. А ряд общеобразовательных курсов у нас идет здесь, они не связаны с каким-то конкретным классом, а ребята получают общее представление о том, что такое автоматика, имеют возможность посмотреть, как работают реальные клапаны, задвижки, контроллеры и так далее. Мы это делаем, больше того, мы делаем это и для школьников на этапе профориентированной работы в рамках Дня открытых дверей мы постоянно проводим экскурсии. Вот у нас в самое ближайшее время такой день состоится, ребята придут и посмотрят, как это работает, потом они станут нашими студентами. Здесь у нас на стенде представлен самый мощный промышленный компьютер в мире. Он применяется для систем автоматизации зданий, для управления целым комплексом. Мы специально заказывали такой компьютер в Германии, он изготовлен по заказу университета, всего их восемь в мире существует, все восемь находятся у нас. Вот такая небольшая, казалось бы, коробочка, элегантная, способна управлять автоматикой всего комплекса здания федерации в Москве. Имеется в виду мозг, условно говоря, если у человека есть мозг, то вот это мозг у искусственного интеллекта зданий. А вот на этом стенде можно видеть систему, здесь макет системы приточной вытяжной вентиляции, причем ровно так, как это выглядит на самом деле, с тем реальным промышленным оборудованием, которое здесь существует, системами вентиляции, задвижки, клапаны и так далее. И мы можем управлять этой системой в режиме реального времени, программировать, как это происходит, это отражается у нас в разной степени визуализации. А здесь на стенде представлено три промышленных контроллера. Мы можем с любого из них управлять этой системой, смотреть, как они между собой могут взаимодействовать, если мы строим эту систему достаточно такой вот обширной, масштабной. А можете это продемонстрировать? Это надо тут, так сказать, включать, демонстрировать. Давайте мы просто снимем, как вы что-то нажимаете. Вы прямо так положите, что вот это мозг у человека. Так, левой рукой его трогает. Ну, правой я… Да, да. Прям постучите по нему, и я трогаю. Ну, там, сдвиньте его на несколько миллиметров. Теперь мы будем вспомнить, кто туда там… Ага. Так. Так, там ничего не может произойти. Кончик немножко в правом струйте. Нет, ничего не может произойти. Ну, вот тут было черненькое, и станет вот так вот, например, может. Да, отлично. Так. Вы нижнюю половину нажимаем, да? Так, еще раз краску, подождите. Вот здесь вот что-то… Нет, вот да, раньше бы сказали, вот это промышленное оборудование, да? Так, еще раз. Вау. Отлично. Может, типа, надо показать, как это все в механизме здесь? Такое время мы потом проснимем. Да, нормальный механизм. Так. Это блок управления, как я понимаю, всем. Да, это один из способов управления тем, что называется умный дом. Здесь мы видим такую стилизованную модель комнаты и выведенную, вот, скажем, систему управления освещением. Это стойка, потолок, подсветка стен. И по простым прикосновениям мы можем включать или выключать свет. Здесь график температурной зависимости построен. Мы можем установить любое значение параметров, которые хотим в нашем помещении иметь. И электроника автоматически будет следить за тем, чтобы они сохраняли свои параметры, вне зависимости от того, какая температура у нас на опыте. Мы можем наблюдать за нами. На самом деле мы стараемся сделать так, чтобы эта система была доступна разным категориям граждан. Как мы это делаем? Важно иметь основу, а потом интеллект зданий собирается как конструктор лего из кубиков. Вот эта платформа может наращиваться в зависимости от того, какие задачи мы решаем и что является для нас приоритетом. Безопасность, ресурсосбережение или надежность системы, может быть, комфорт или красота, которую мы хотим преследовать. А дальше мы просто собираем эту систему как конструктор. Есть и бюджетные решения, есть решения вип-уровня. И те, и другие сегодня востребованы. Но реальную экономию мы можем предложить сегодня и в обычный панельный дом, и в суперкоттедж. А что это вот сзади? У вас такие выключатели или что-то? А сзади представлено здесь на вот этой стене у нас расположены те элементы управления умным домом, которые могут в каждой квартире реально встречаться. Почему их так много? Потому что мы, когда создавали наш центр, изначально позиционировали себя как интеграционная площадка и не ориентировались на какого-то отдельного производителя. Хотя такие предложения были. И вот здесь представлены эти устройства разных компаний просто. Когда они выпускают новые, они к нам приходят, и мы эти устройства меняем. То есть вы видите, что мы можем управлять всем тем, что есть, разными способами. Есть передовые решения, где выводится это все на соответствующие жидкокристаллические дисплеи. Есть разные способы управления. Вот здесь у нас все это и представлено. Все, отлично. Спасибо большое. Здесь у нас запускается чеки. Он только хозяина слушается. Там подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Все, выключил. Так, давай. Открываем. Открываем. Особенно. Понятно. Ну, может, скажите, ваши студенты. Это не то. Не реагируют. Можешь видеть, которые сверху не ами. Ага. Сейчас... Чувствую, мы штору сломаем. Чувствую, что нажимала, нажимаем. Ну, без разницы. Пошло будем запустить на экране. А, вот здесь? Да. Ага. Так, ну и еще одну лампочку. Нет, 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 нет. Какую? А, ну там же их четыре наверху. Вот. Нет. Надо, чтобы все загорелись. Хорошо, нажимай теперь по очереди. Ты сейчас выключишь. Нажимай. Да. Ага. Эту. 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 Нет, не на него, а рядом. А, вот этот? А. Да. Надо держать ее. А, это вниз? Ну, еще... Держи. На восемь минут я... На следующих штук... А, ну это не важно. А, ну это не важно. Как раз наоборот, пораньше... Все, как тоже мы. И у нас еще есть время для... до одной лаборатории. Так, все. Так, все. Пишем. 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 Наверное, разработки проходят лабораторные испытания здесь у нас на площадке, а уже, так сказать, полевые испытания в корпусах университета. У нас есть два корпуса, где внедрены системы. Один корпус 2008 года постройки, 12,5 тысяч квадратных метров. Там на стадии проектирования уже были заложены все элементы систем управления. Они внедрены как энергосберегающие, так и кочей системы. И они эксплуатируются уже с 2008 года. Показали высокоэффективность, экономия. За три года окупились полностью. Всего один корпус? Нет, два корпуса. Один. Новый, 2008 года. Там на стадии постройки были заложены все системы. И второй корпус, он постройки конца 80-х годов. И там все эти системы были заложены на стадии эксплуатации. То есть, таким образом мы имеем и опыт внедрения систем на стадии строительства и уже на стадии эксплуатации. Если экономия достигается за счет того, что вы управляете из одного диспетчерского пункта. Вот эти два здания из одной диспетчерской управляются? Да. Так, Оль, спрашивайте. Станьте ближе друг к другу. Вы что-то так очень далеко стоите. Как в конвейне. Павел, эти два здания управляются из одной диспетчерской? Да, это еще одна статья о экономии. Помимо экономии на ресурсах, также достигается экономия на персонале. Как раз за счет сокращения диспетчерских служб до одной на весь университет. А максимально сколько одна диспетчерская? А максимально сколько одна диспетчерская? Стоп. Максимально сколько одна диспетчерская может обслуживать здание? В смысле, может контролировать систему зданий? Как можно спросить? Ну, какое количество зданий может управляться из одной диспетчерской? А какое количество зданий может управляться из одной диспетчерской? В идеале бесконечно большое количество зданий зависит от масштаба диспетчерской, то есть от ее мощностей. Разумно делать управление, например, если говорить об организации, то одну диспетчерскую на территорию завода или университет, как у нас. Если говорить о городе, то одну диспетчерскую на район. Все, отлично, спасибо. Оля, подожди, спроси, пожалуйста, еще раз, какое максимальное количество зданий может управляться из одной диспетчерской? Смотри на Павла. Павел, какое максимальное количество зданий может управляться из одной диспетчерской? Еще раз, успокойся. Павел, какое? Ну все, все, разволновалась. Ладно, это мы вырежем, просто перережем. Тогда хорошо, давайте вы все-таки ответите, я вас крупнее сниму. Ну, ответьте тогда на этот вопрос. Ответ на вопрос про максимальное количество зданий. Смотрю на Ольгу, да? Да. Если брать идеальный случай, то можно на сколько угодно количество зданий управлять, это зависит уже от размеров диспетчерской службы. Но разумно делать одну диспетчерскую службу на одно предприятие, на один завод, на один университет или, если говорить о городе, то на один район, например. Представьтесь еще раз, пожалуйста, какую должность вы занимаетесь полностью. Челышков Павел Дмитриевич, директор научно-опрессовательного центра информационных систем и интеллектуально-автоматических строительств. Челышков. Челышков, да. Все, отлично. Спасибо. Челышков. Челышков.